Всем привет! Это не просто кусок провода у меня здесь привязан за веревку, это антенна. Мало того, это антенна УКВ диапазона, двух диапазонная антенна на 2 метра и на 70 сантиметров. Антенна сделана по принципу G-образной антенны из симметричной линии. То есть вот этот вот кусок симметричной линии, сверху он разомкнут, снизу замкнут. На каком-то расстоянии от перемычки сделана соответственно запитка, подключение коаксиального кабеля вот такого тоненького с BNC разъемом и потом соответственно на каком-то еще расстоянии от замкнутой части один из проводников этой симметричной линии надрезан, разрезан. Получается, что до этого места у нас четвертьволновый отрезок, который работает как трансформатор из низкоомного сопротивления в высокоомное для запитки полуволнового еще отрезка с краю. Это все на двухметровом диапазоне, но эта антенна как-то еще умудряется работать на 70 сантиметровом диапазоне, потому что в ней есть какие-то для этого специальные элементы, вот здесь они под термоусадкой. Антенну эту изготавливал не я, мне ее прислал подписчик, за что отдельное большое спасибо, но как она именно работает на двух диапазонах я пока не знаю. Как вы наверно уже догадались антенны это не предназначено для стационарной установки, а это походная переносная антенна. Она очень легкая, ее можно повесить где-то в лесу на дереве, на что-то закинуть, зацепить и подключить к носимой радиостанции или непосредственно вот этим коротеньким кабелем коаксиальным с разъемом или через удлинитель еще какой-то, если вы ее очень высоко куда-то поднимете. Удобная антенна такая именно для походов, когда с носимой станции мы можем связаться очень слабо, очень плохо и хочется уровень сигнала увеличить, то вот возможно такую антенну использовать. Я сейчас попробую ее в работе, подниму эту веревку повыше, соответственно антенна будет выше, проверим как она работает. Поднял антенну, то есть натянул веревку горизонтально между двумя деревьями. Антенна расположена стала гораздо выше. Вот ее основание, вот кабель запитки, подключена она сейчас к антенному анализатору ARINST VNA PR1. Я вам о нем уже рассказывал в отдельном видео. Прекрасно видим сейчас весь рабочий диапазон, от 100 до 500 я включил полосу обзора на анализаторе и видим на частоте 145 мегагерц резонанс явно есть минимум ксв и на частоте 450 мегагерц есть резонанс, она сделана для американского радиолюбительского диапазона 70 сантиметрового, который чуть выше нашего от 440 до 450 мегагерц, она вот наверх этого диапазона настроена. К сожалению, на нашем диапазоне уже имеет значительный ксв на частоте 435 мегагерц, ксв 3.5. Я думаю, что даже с этим ксв, даже с учетом того, что она настроена на 450 мегагерц, на 435 все равно она будет работать, будучи подвешена высоко, будет работать лучше, чем какая-то маленькая вот такая вот антенна на радиостанции. Но это мы проверим позже. А на двухметровом диапазоне она четко попадает на 145 500, на середину, можно сказать, на самую популярную частоту, на вызывную частоту ЧМ участка. Вообще, подключив антенну к антенному анализатору, мы никак не можем оценить эффективность этой антенны. То есть все, что показывает анализатор, это параметры в точке подключения. В первую очередь, мы, конечно, смотрели график зависимости ксв от частоты. Можно с помощью этого анализатора измерить ее входное сопротивление, комплексную, активную, реактивную часть. Но все это, опять-таки, не имеет абсолютно никакого отношения к эффективности антенны. Эффективность это способность антенны излучать или принимать сигналы. А то, что мы видим с помощью анализатора, это ее электрические параметры в точке подключения, в точке запитки. Поэтому какая-то маленькая неэффективная антенна может иметь ксв 1.0 на нашей рабочей частоте, а какая-то очень большая, высоко установленная, высокоэффективная антенна может иметь ксв 1.5, при этом она будет работать гораздо-гораздо эффективнее. То есть, еще раз, в точке подключения мы эффективность антенны не видим, а видим только ее параметры в плане запитки. На расстоянии около 25 метров от меня, сейчас здесь расположен передатчик, который излучает высокочастотный сигнал на частоте 145 МГц. На самом деле это высокочастотный генератор ARINST, измерительный прибор, который включен на непрерывное генерирование несущей на частоте 145 МГц. И к нему подключена простейшая антенна в виде диполя из двух телескопических антенн. Антенна эта закреплена на стойке, на штативе можно сказать, стойка, которая используется для установки осветительных приборов во время съемок. Такие стойки я часто еще использую во время своих экспериментов. И вот с помощью струбцины к этой стойке закреплена антенна и к антенне подключен высокочастотный генератор. Сигнал этого генератора я сейчас наблюдаю на анализаторе спектра ARINST, к которому подключена вот эта вот J-образная антенна из симметричной линии изготовленная. На анализаторе спектра наблюдаю несущую от генератора с уровнем примерно минус 70 dBm. Это не много и не мало, просто такой уровень, совершенно не важно 70 или сколько, важно как этот уровень будет отличаться, когда я подключу другие антенны. Антенна сейчас это у меня поднято не очень высоко, до верхнего края я конечно рукой дотянуться не могу, но в общем это все равно высота небольшая. Гораздо выше можно эту антенну закинуть куда-то на ветку дерева, веревку, если захотеть. Я этого делать не стал, просто для того чтобы мне было удобней сейчас вам это все показать. Итак, минус 70 dBm на частоте 145 500 на антенну J-образную из симметричной линии. Отключаю эту антенну и подключаю к анализатору вот такую вот антенну Retevis. Я о ней вам уже рассказывал, неоднократно ее показывал, использовал в различных экспериментах и при проведении радиосвязи. Уровень стал гораздо слабее, конечно антенны это ниже, но мы сейчас ведь с вами и сравниваем как раз переносные какие-то антенны. Эта антенна больших достаточно размеров для портативных переносных антенн, то есть можно сказать увеличенной эффективности. И эта антенна тоже портативная, переносная, походная. С нее конечно нельзя разговаривать на ходу в движении, но придя на стоянку очень быстро ее можно развернуть, то есть это тоже походная антенна, как и эта. Вот мы их и сравниваем. Наблюдаю уровень сигнала гораздо слабее, в районе минус 80 с чем-то dBm. Если поперемещаться, то уровень конечно же меняется, вот максимум какой удается найти в районе минус 82-84 dBm. Вот такая огромная разница. Вот этой вот удлиненной антенны и полноразмерной G-образной. Во-первых, полноразмерная, во-вторых, выше гораздо поднята. Это конечно же укороченная. Почти 12-14 дБ получилась разница, огромная. Подключаем теперь совсем короткую антенну, безымянная антенна, которую я часто использую с различными носимыми радиостанциями. Например, СФТ-60 неоднократно вам ее показывал. Уровень получается еще меньше, максимальное значение, которое удается найти в районе минус 85-86 dBm, еще на 2-3 дБ меньше. Разница с G-образной антенной конечно очень большая, я бы сказал огромная. Конечно, эта антенна полноразмерная, в плане того, что полуволновый вибратор, запитанный снизу, а эти все антенны укорочены, еще и требует противовеса в виде самой радиостанции, руки оператора, ну или в данном случае анализатора спектра вот этого. Эта антенна, естественно, никаких противовесов не требует, работает сама автономно и получается, что дает такой большой выигрыш. Антенна эта очень легкая, она работает как стационарная, конечно же, сейчас можно сказать полноразмерная стационарная антенна, но она очень легкая, даже кусок коаксиального кабеля, который применен для запитки, он очень тоненький, это не RG 58 даже, а гораздо тоньше и легче кабель, поэтому антенна легкая, походная, можно ее свернуть, смотать, она очень гибкая, мягкая, соответственно, не повредится, если мы ее просто свернем, смотаем, положим в сумку или в рюкзак и возьмем с собой. Вот такая конструкция, мне она очень понравилась. Давайте посмотрим, как на дециметровом диапазоне она будет себя вести. Минус 87, 88 dBm, наблюдаю на частоте 435 МГц, именно такая частота сейчас установлена на генераторе и передающая антенна телескопическая, соответственно, тоже укорочена для увеличения ее эффективности на этих частотах, на 70 сантиметровых. Минус 88, минус 87, 89, болтается уровень сигнала, видимо, все-таки влияет как-то. Лес вокруг меня, но лес, во-первых, неподвижный, ветра нет, во-вторых, деревья на самом деле переотражают, сигнал очень-очень мало, они гораздо больше его поглощают. В-третьих, от меня, от антенны от этой до передатчика 25 метров, прямая видимость, деревьев никаких нет, есть дорога в лесу, на которой установлен этот передатчик, как, собственно, и я сейчас нахожусь. Минус 88, минус 89, минус 87 dBm мы принимаем с таким уровнем сигнал на G-образную антенну. Напомню, она настроена в 70 сантиметровом диапазоне на частоту 450 МГц, а у меня сейчас частота в середине российского любительского диапазона 435. И на переносную, удлиненную, повышенной эффективности антенну Retevis 771 видим уровень гораздо больше, так как антенна здесь в резонансе, она тоже полноразмерная, полуволновый вибратор, полноразмерный. Уровень сигнала порядка минус 81, минус 82 dBm, это гораздо, гораздо больше. При том, что она расположена ниже, то есть эта антенна узкополосная и на 70 сантиметровом диапазоне, на нашем 70 сантиметровом, работает не очень хорошо, потому что настроен на 450 МГц. Ну и на более короткую антенну смотрим, минус 84, минус 85 dBm, немножко похуже, но все равно даже она лучше, чем вот эта вот антенна, все потому что узкополосная. И на резонансной частоте этой антенны на 450 МГц, минус 74 dBm, уровень стал гораздо больше относительно 435. Посмотрим, как он будет соотноситься с уровнем на переносные антенны, на гибкие антенны, минус 74 dBm, плюс-минус копейки. На длинную гибкую антенну, если поискать в пространстве максимум, то удается найти в районе минус 76, может быть иногда 75, минус 75, минус 76 dBm. Да, послабее стало, чем на вот эту антенну, которая в резонансе на своей частоте 450 МГц. Ну и на короткую антенну посмотрим, на нее тоже уровень болтается, максимум удается найти минус 77, наверное, минус 77 dBm, чуть-чуть послабее. Виктор, краснота пропала, нормальный газ, голубенький. Что касается прохлады, я наконец-то начал балкон закрывать, вот теперь даже сейчас балкон закрыть, то есть дома уже балкон откроешь, холодно. Правда у меня фортика в большой комнате открыта, а вот балкон. У меня окна тоже пластиковые, собственно, и у жены, и в кухне. А вот в комнате, где я сплю, оставили деревянное окно, поэтому меня только балкон открывать. И вот так вот слышно с таким уровнем местных городских радиолюбителей. Я нахожусь на удалении километров 20-25 от них, наверное, сейчас за городом. И, конечно, на G-образную антенну, подвешенную выше, слышно заметно лучше, чем даже вот на такую вот удлиненную, но гибкую переносную антенну. Принимаю на уровне шума на приеме. Да, принято, спасибо. Громко слышу этот кроссбенд, громко слышу, нахожусь в районе 20-25 километров от города. Как меня там слышно? Совсем в шумах? Совсем плохо прием? Сейчас G-образная антенна, гибкой проволочной G-образной антенны в лесу. Сейчас попробую другую антенну подключить. 3Т-ХЙОТ, РА-3ТЛБ, ТХЙОТ, ТЛБ, прием. 3Т-ХЙОТ, РА-3ТЛБ, ТХЙОТ, ТЛБ, прием. Сносимой антенны никаких шансов нет. Из леса с такого удаления есть маленькой мощности пробиться. ТХЙОТ, ТЛБ, прием. Да, понял, я снова на первую антенну вернулся. Со второй меня, видимо, вообще не было слышно. Это снова первая антенна. Спасибо, у меня вопросов нет. Я тут в лесу экспериментирую с антенной. Прием. У меня тоже как бы эксперимент. Видишь, у меня два с половиной ватта на выходе. Ну, принимаю себя. Успехов тебе в эксперименте и спасибо за радиосвязь М3. Приветствую, Алексей. С первой антенны я тебя принимал. Вся строчка была заполнена. Все попугаи горели. А со второй только три попугайчика. И то QSB проваливались на приеме. Да, понятно, спасибо. Вот это я и хотел проверить. Сейчас антенна у меня, можно сказать, почти стационарная. Но на самом деле это из проволок сделанной гибкая проволочная антенна, G-образная, висит на веревке между деревьями. А другая антенна это просто носимая 30-сантиметровая гибкая, гибкий хлыст, хлястик. Поэтому, конечно, на него слабее прием. Вот поэтому я и почти не принимал обрывки каких-то фраз. А на первую антенну замечательно тебя принимаю. Вся шкала заполнена. Я тоже сейчас 5.9 слышу, вся шкала носимая ЕЗУ-ФТ-60. И вот к ней эта антенна подключена тут между деревьями висящие. Что же, результатом работы антенны я очень доволен. Такая маленькая гибкая переносная, удобная. Никаких противовесов, никаких лишних проводов. И можно вот так вот в полевых условиях ее очень быстро куда-то закинуть, развернуть. Еще раз повторюсь, я ее вешал сейчас вот в такую веревку горизонтальную, для того, чтобы ее можно было удобно вам показать. Чтобы она не была рядом с деревом, рядом с какими-то ветками и не сливалась с ними, а висела отдельно над пустым, над свободным пространством. Только для того, чтобы вам об этом рассказать было удобнее. Если бы я ее использовал только для радиосвязи, я бы закинул просто одну веревку на какую-то длинную ветку. Я бы поднял ее, кстати, гораздо выше бы поднял эту антенну и подключил к радиостанции. Так что вот такая вот походная переносная гибкая антенна прислал мне ее подписчик, за что еще раз огромное спасибо. Можно ее вот так вот свернуть, можно, наверное, даже скомкать и положить в какую-то сумку или в рюкзак. Еще с этой антенной был в комплекте вот такой вот тоненький гибкий удлинительный кабель, с одной стороны с разъемом мама, с другой стороны папа. Можно для более высокого подъема антенны использовать вот этот удлинитель еще несколько метров и подключать к радиостанции. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте радиосвязь, разные антенны, радиосвязь удобна не только там, где сотовой связи нет, но и во многих других случаях. Например, когда нужно очень быстро что-то сказать. По телефону вы пока наберете номер, пока там установится соединение в сети, пока человек услышит звонок, подойдет. А про радиостанцию можно просто взять и сказать, я пришел, выходи. Занимает несколько секунд, и эти несколько секунд уже вас услышали. Так что работайте в эфире, используйте радиостанции для практических целей. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»